Психология мышления, гибкость мышления. Гибкость мышления – это умение рассматривать ситуацию под различными углами, анализировать ее, перераспределять, прогнозировать всевозможные вариации, исходя из определенного события, а также это способность отказаться от своих прежних воззрений и принять новые, более верные, выгодные убеждения, либо полезные взгляды. Проще говоря, гибкость мышления подразумевает умение свободно и быстро приспосабливаться к любым обстоятельствам и событиям, спокойно реагируя на неизбежные проблемы и видя новое в достаточно прозаических, обыденных вещах. Гибкость мышления – это способность быстро переключаться между задачами, отыскивать нестандартные пути для достижения результатов и вариации воплощения идей. Наиболее значимым когнитивным процессом, проистекающим в человеческой психике, считается мыслительная деятельность, благодаря которой люди способны разрешать и выполнять поставленные перед ними задания, а также преодолевать неизменно возникающие ежедневные проблемы. При этом само мышление имеет различные вариации. Так, например, бывает логическое мышление, критическое, абстрактное, аналитическое, творческое. Также оно бывает пластичным. Данная разновидность когнитивной деятельности считается довольно полезной, ведь она способна существенно улучшить бытие человека. Гибкость ума обуславливает степень приспосабливаемости людей к разнообразным обстоятельствам и умение извлекать пользу даже из предельно невыгодного положения. Таким образом, гибкость мышления – это в психологии способность людей свободно переключаться с решения одной задачи на выполнение иной, отыскивать креативные варианты воплощения поставленных целей, рассматривать задачу с различных сторон, легко адаптироваться и разрешать жизненные ситуации. Проще говоря, гибкость мышления – это умение при необходимости изменить быстрый путь решения проблемы, свободно отыскать совершенно новые стратегии – это навык, заключающийся в вольном распоряжении отправным материалом, установление ассоциативных связей, свободном переходе в поведенческом паттерне, мыслительной деятельности, от явления одной категории к иным, зачастую далеким по сущности. Гибкость мышления – это умение рассматривать сложившуюся ситуацию в ее развитии, разбивая ее на составляющие, обобщая, прогнозируя возможные исходы. Когнитивная гибкость способна к всестороннему пониманию. Гибкость мышления и поведения по утверждениям психологов чрезвычайно важны для бытия человека, ведь гибкость – это умение модифицировать выработанную стратегию реагирования в соответствии с трансформирующимися требованиями ситуации. Способность варьировать пути решения задачи, свободный переключаться с одного приема на иной тактический способ. Навык выходить за пределы привычной тактики действия, отыскивать новые методы при трансформации заданных условий. Способность перекраивать систему усвоенного материала по мере постижения нового и приумножения опыта. Когнитивная гибкость мышления характеризуется ниже приведенными преимуществами. Способствует быстрой адаптации к модификациям внешних условий, что является главным фактором выживания с позиции эволюции. Помогает нахождению полярных точек зрения, усердно изучит тот либо иной проблемный вопрос. Формирует умение сохранять равновесие и рациональность мышления в разнообразных ситуациях. Способствует своевременному обнаружению ошибок, возможности увидеть направление для усовершенствования. Предоставляет возможность отыскивать альтернативные пути в ситуациях неопределенности либо сложности. Обеспечивает качественный синергизм с различными индивидами и помогает установлению новых контактов. Предоставляет возможность своевременно замечать изменения условий и действенно подстраиваться потребования среды и обстоятельства. Таким образом, когнитивная гибкость является навыком использовать различные типы интеллектуальной деятельности, аналитическое мышление, абстрактное в соответствии с задачами и потребностями ситуации, а также свободой от умственных ограничений, навязанных со стороны либо внутренних. Как развить? Сегодня развитие пластичности мыслительных процессов уже не относится к разряду развлечений пытливых умов. Современный человек понимает, что когнитивная гибкость обеспечивает выживание, облегчая данный процесс. Ведь если обратить пристальное внимание на процессы эволюции, наблюдавшиеся на планете, то можно понять, что выживали лишь виды, обладавшие максимальной гибкостью и способностью адаптации к меняющимся внешним условиям среды. Нынешнему бытию присущи непредвидимые, неожиданные, а зачастую очень серьезные перемены. Люди, обладающие пластичностью ума, проще принимают изменения, проистекающие во внешней среде. Податливая мыслительная деятельность помогает людям принимать своевременные верные решения, разрешать успешно внутриличностные противоречия и социальные конфликты. Человек, обладающий закостенелым мышлением, не способен размышлять объективно, не умеет абстрагироваться, а также зачастую страшится любых перемен, проистекающих вокруг. Развитие гибкости мышления поможет человеку сохранять здравость ума, спокойствие и рассудительность в стрессовых условиях и в стремительно трансформирующихся ситуациях. Подвижность ума необходима как простому служащему, так и известному управленцу, поскольку помогает отыскивать нестандартные и рациональные пути решения. Умение пластично мыслить способствует избеганию явного противостояния в ситуациях конфронтации. Пластичность ума, дипломатичность и умение идти на компромисс в любых сложных условиях либо спорной ситуации помогают расположить оппонентов и настроить их на дружественный лад. Помимо того, когнитивная подвижность считается отличным помощником в обучении и процессе исследовательской деятельности. Отсюда вытекает вопрос, как развить гибкость мышления. С целью формирования пластичности мыслительных процессов специалистами и просто любителями разработано бесчисленное число развивающих методик упражнений и тренингов. Однако ничего не получится без соответствующей практики, наличия должного упорства, терпения и настойчивости. Помимо того, для подвижности ума полезна открытость неизведанному, новым впечатлениям, информации, опыту. Для развития гибкости мышления важны настойчивость, не путать с упрямством и долготерпением. Упражнения на гибкость мышления. Методики по развитию пластичности ума довольно разнообразны. Однако начинать рекомендуется с элементарных упражнений, среди которых можно выделить следующее. Бином, фокальные объекты. В первом необходимо придумать два совершенно не связанных между собой слова и сочинить минимум 10 предложений с их использованием. В начале мозг будет выдавать одни стандартные варианты, но на пятом-шестом предложении ему придется напрячься. Второе упражнение несколько сложнее. Здесь необходимо объединить в одном предмете признаки неодинаковых предметов. Например, взять свечу и словосочетание «Новый год». Этот праздник обычно ассоциируется с сияющим бенгальским огнем. Приведенный признак следует перенести на восковую свечу. Если измельчить бенгальскую свечу, порошок, добавив последний воск, получится новогодняя праздничная свеча, сияющая внутри крошкой. Гибкость творческого мышления также можно развить, используя иные упражнения, приведенные далее. Дробление двух взаимообусловленных последовательных процессов, стоящих в привычном для людей временном ряду. Например, можно представить гром на фоне отсутствия молнии, который в сущности является выстрелом. Смена традиционных пространственных взаимосвязей, необычными. К примеру, можно вообразить самолет, парящий не в воздухе, а под землей. Синтез различных объектов, существующих в обыденном бытии отдельно. Здесь можно вообразить ветку карандаш, либо диван овощ. Разъединение традиционных взаимообусловленных объектов, супермаркет без покупателей, больница без медперсонала. Логическое вычитание совокупного признака из объектов. Мяч и планета обладают одинаковым признаком, шарообразной формой. Следовательно, необходимо представить землю, но не круглой формы. Замена установленных связей на полностью противоположные. Смог полезнее чистого кислорода. Лишение определенного объекта возможности проведения привычных действий. Груз без веса, пища без калорий. Получение определенного итога в отсутствии традиционного источника действий. Одежда без шитья, здание, возведенное без строителей. Блокировка стандартного предсказуемого результата в ходе установленной последовательности действий. Автобус перевозит пассажиров, однако они не двигаются. Изменение обычного направления действия. Люди опасны для наркотических веществ, а не они для них. Увеличение отдельного свойства предмета до невообразимых масштабов. Велосибет, перевозящий тысячи людей. Метод ослабления либо усиления ключевого свойства предмета. Университет, школа, сад. Создание сценариев при помощи заранее избранных предметов. Используется группа взаимобусловленных предметов. Затем роли распределяются между участниками, которым необходимо максимально живописно описать собственные возможности. Например, больница, оборудование, медперсонал, пациенты. Создание новых предметов из уже существующих. Регулярная практика по развитию гибкости мышления способствует формированию подвижности мышления, что необходимо для успешной жизнедеятельности, облегчения жизни, поддержания в тонусе творческого потенциала. Гибкость мышления позволит избежать конфликтов. А если все-таки случится сложная ситуация, то этот навык даст возможность посмотреть на проблему с разных сторон, найти для себя лучший выход.